И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может всё, и Фролов сегодня может всё в игру The Little Red Lie, что переводится с ненашенского на нашенский, маленькая красная ложь. Если ты впервые на нашем уютном канале, я тебе очень рекомендую подпишись, чтобы не пропустить ни одного видео, потому что видео это вообще наш всё. А если ты давно следишь за нашим каналом и являешься его частью, тогда с тебя лайк, комментарий и обязательно рассказывай своим друзьям и распространяй в социальных сетях. И вроде бы мы готовы начинать New Game. Значит, история у нас про красную шапочку от совсем неизвестной студии, но которая очень пытается. Значит, нажмите E, чтобы взаимодействовать, Space, чтобы прыгать, и Q, для того, чтобы открыть инвентарь. И ходим мы на V, A, S, D, всё нормально, погнали вперёд. Игра, естественно, на английском, вы знаете мою любовь к английскому языку, поэтому переводим вместе. Перевод не всегда точен, но всегда... Не всегда правдив, но всегда точен. Значит, говорит, какой странно выглядящий кот. Он выглядит голодным, может быть, стоит найти что-то, чтобы его накормить. Да, я тоже люблю... О, красная птица. Ты, говорит, подобрал птицу. Хорошо, у нас есть птица-красница. Сейчас мы покормим котейку, давайте. Сразу сбегаем, выполним эту часть сделки. Луна красная, краснющая. Ты дал птицу коту. Открылся портал. Мистер Стрэндж, наверное, сейчас выйдет. Мы двинулись в сторону портала, и котейка говорит, я бы, говорит, не советовал тебе это делать. Ты можешь говорить. Все коты могут говорить. Но, короче, все люди ужасные, поэтому мы, говорит, с ними разговаривать не хотим. Но ты меня покормила, поэтому я, говорит, и даю тебе, как бы, шанс, да. Не заходи в этот лес. Там живет страшный волк, который тебя сожрет нахрен. Ну, особенно, говорит, ему будет просто найти леди, которая носится по лесу в ярком красном платье. Но подожди. Но подожди. Волк мертв. Я сама видела, как охотник убил его 10 лет назад. Но охотник не успел убить волка до того, как тот съел мою бабушку. Но я, типа, я храню в своем сердце воспоминания о ней. Ну, ты, говорит, ты знаешь, но я думаю, что она очень даже жива. Говорит, мне кажется, я ее видел на том болоте. Говорит, чего? Как такое может быть? Ты говоришь, чушь котей. Ты, говорит, даже не знаешь мою бабушку и вообще, как она выглядит. Не ври мне, котей. Ну, говорит, и он разговаривает. Мы, говорит, можем много чего делать. Наверное, там, лукавить, бла-бла-бла. Но, говорит, но не лгать. Это, типа, не наше. Нам это просто не нужно. Но я до сих пор тебе в это не верю. Но, но, если есть даже небольшой шанс, что моя бабушка жива, я должна попробовать найти ее. А как же волк? Ну, я, говорит, найду, говорит, тут дефит. Я, говорит, найду способ, как его разуничтожить, назовем это так, и спаси свою бабушку. Ну, хорошо, говорит, будь осторожна. Это может быть последний раз, когда... Ну, короче, это был, может быть, последний раз, когда ты видишь меня, и все такое. Подожди, котей? Говорит, а ты-то тут откуда? Я, как бы, везде в одно и то же время. Понятно. Я, говорит, разговариваю, говорит, сама собой уже. Говорит, расскажи мне, где ты видел мою бабушку? Где мне ее искать в этом лесу? Ну, если честно, я не знаю, где она в этот момент. Но я тебе расскажу кое-что другое. Так, теперь он рассказывает о том, что в этом лесу есть волк, и нам нужно быть очень аккуратными, потому что зубы остры, и все дела. Если ты слышишь, что он подходит, тогда... Will be your friend. The shadows. Тогда тень будет твоим другом. То есть ты можешь спрятаться от волка в тени. Говорит, ну, говорит, good luck tomorrow. You sorry, I need it. Говорит, тебе точно потребуется удача, поэтому топай. И в отличие от тебя, у которой одна жизнь, у котов-то их 9. Поэтому let's go. Ну что ж, мы тогда сразу носимся, несемся вправо, как я понимаю, за котейкой. Да, вот, но тень... Я слышал вой. Я сразу прячусь. Спокойная, умиротворяющая музыка. Так, мы пробежали, и, наверное, сейчас мы вбегаем непосредственно в игровое поле. Ну, там, типа, было обучение. Волк. Слышу волка. Не вижу ничего. Я вижу дом. Заходим в дом. Значит, что у нас есть в доме? Есть в доме кровище. Есть много книжек, где написано Рецепты. Лоттер. Вор. Кантра. Вай. Некст. Ху. Пис. Сайленс. Короче, дохрена очень странных слов. Внизу. Если, говорит, я подберу правильный инструмент, я могу открыть этот замочек. Вот он, внизу замок. Хорошо. Наверху бутылка водки. Понятно. Дом бабушки, да? Мы открыли овен. Овен, овен. Котел? Наверное, котел. Угу. И что? Говорит, что это там? Это похоже на тонкие тени, тени бонс. Подожди, тени это тонкие? Или это детские? Извините. Мне нужно буквально перевести, потому что уж больно мне интересно. Тени, тени бонс. А, просто крошечные. Просто крошечные, говорит. Ну да, маленький. Все-все-все верно. Так, ну все расцарапано. К чертовой матери внутри дома. Здесь мясорубка. Я могу использовать это, чтобы размельчить мясо. Вы подобрали фонарь, я так понимаю. Caldron for mixing potion. Не котел. Короче. Ну, нет, не котел. Слово забыл. Короче, вот эта вот штука, типа, мега ведро, мега чан, в котором вы можете смешивать все известные поушенсы, зелья, да? Ингредиенты, которые нам нужны. Рис, винцо, шафран, порубленное мясо. А как ты это поняла? А что тут справа написано? Ну, тоже какие-то части детей вообще непонятны. То есть, это же бабкина, это же бабкина хата? Ну да, 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 да. Вот обратите внимание, сзади висит фотография, где мы посередине, девочка, да? Типа в красном платье. Справа бабка, слева мамка. Дом. Дом. Короче, какая-то была дикая обоиня внутри дома, потому что кровищи много, да? Снаружи домик чист. Ой, что я вижу? You pick up, вы подобрали как раз вот сет отмычек. Я правильно понимаю? То есть, мы сейчас подбегаем. Вот у нас есть сет отмычек. Повторяй, чтобы открыть. Окей, нажали старт. Один, два, три. Раз, два, три. Успех. Success. Давай стейдж номер 2. Раз, два, три. Три, два, раз. Раз, два, три. Три, два, раз. Success. Давай следующий. Стейдж номер три. Раз, два, три. Три, два, раз. Раз, два, раз, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Два, раз, три. Success. Let's go. Угу. Так, что у нас есть? У нас здесь есть какая-то бутылка. You pick up. Ты подобрал бутылку пустую от винища. Да, да, да. Теперь у нас есть еще такая бутылка. Идем что, направо? Ну, вроде шли, поэтому... Ага. Говорит, мне бы потребовалось здесь ведро. И я думаю, что я могу починить это с помощью веревки. То есть нам нужна еще будет по ходу дела веревка и ведро. Слышал? Так, забегаем еще правее. Так. О, херня какая-то. Звук. Так. Мы нашли шафран. Вот, по ходу дела. Так. Мы зашли в пещеру. Значит, смотрите. Мы нашли шафран. Мы нашли задачу, которая нам предстоит. И забежали в пещеру к волку. А зачем нам в пещеру к волку вообще-то? За мясом, я так понимаю, да? Возможным мясом. Потому что рис тут вряд ли... Да, да, да. Вон башка. Ты подобрал, говорит, свиную голову. Ага. Я все протыкал. Значит, сзади я вижу дохера костей. Я вижу шматье бабки. На выход. Так, тут какие-то летучие мыши. Очень непонятные с мужскими руками. Так, выбегаем. Жизнь, кстати, стала-то поменьше. А, не-не-не-не-не. Ну, направо я так и думал. Я так и думал, что про пещеру это будет вообще край. Говно. Извините, пожалуйста. Я что-то не понимаю, как его перепрыгивать. Поэтому просто лобом ловлю. Так, выбежали. Соответственно, сейчас мы что будем... Шафран у нас есть, да? Ну, пойдем туда заварим. Сразу шафран. Приятно, приятно. Значит, забегаем опять в домик. В домике у нас жизнь... Надо бы жизни как-то восстановить. Подбег... А, подожди, подожди. Миксуем. You grind up the meat. Ты... Ну, сделал, в общем-то, этот... Порубленное мясо. Хорошо. То есть, у нас еще и мясо сделано. Значит, ингредиенты, которые нужны... Так. Я так понимаю, что ингредиенты мы должны полностью собрать, а не по частичкам. Поэтому еще пробегаем. А куда влево? Влево явно. То есть, вправо мы все сделали. Теперь бежим просто... Ты видел? Ты видел? А что у него с животом было? Я что-то это... Немножко переиспугался, поэтому не понял, что... Что с ним? Не-не-не, я щемлюсь. Так. И он, получается, может в любой момент выскакивать? Или это как-то запланировано? У меня так с вами нервов-то не хватит. И какая она все-таки молодец. Ночью под красной луной... Так. Телепортироваться мы не можем. А с какой стороны он выйдет? Угу. Ну, это было чуть, знаешь, по фану. Типа, я думаю, что слева. О! Все-все-все-все-все. Вон, туда мы туда. Я даже думать не буду. Я просто щемлюсь. Короче, по лесу ходит огромный волк, у которого на животе рот. Если вы... Так, мы нашли ножнички. Ножнички. Ага, тут еще было дерево. Щемимся. Щемимся. И надеемся, что он не выйдет. А музыка-то приятненькая. А вот теперь нет. Опять этот урод. Так, значит. Мы делаем шаг назад. Он прыгает. Мы его перепрыгиваем. Все, я тебя запомнил. Хорошо. Итак, бежим. Мы перепрыгнули. Он за нами. Блин, я надеюсь, сейчас еще никто не выйдет. Потому что на скорости еще и перепрыгивать все вот это я бы вообще не смог. Пробежали еще одну локацию. Пробежали еще одну локацию. Мы ищем веревку. Нашли. Мы, говорит, срезали веревку с этого старого дерева. Мы нашли кусочек риса. Мы нашли рис. Мы нашли и ведро, кстати. То есть у нас вообще, вообще у нас инвентарь заполнен разными штуками. И теперь мы должны бежать. Соответственно, что мы должны? Мы должны набрать воды. Мы должны к колодцу бежать. У этого колодца мы привязываем веревку. Мы приделываем ведро. Хоть бы не померять сейчас. Ни хрена ты прыгаешь. Это же было вообще очень близко. Приделываем ведро, приделываем веревку. Набираем воды, варим рис. И там какой-то... Ну, пожрать надо сделаем. Шафран, мясо. Ну, да-да-да. Там явно какой-то ужин намечается. У меня тут жена недавно делала макароны по-флотски. Правда, с рисом. То есть это уже рис по-флотски. Что-то я об этом как-то раньше не думал. Так, я слышу опять вой волка. Надеюсь, что мы его не встретим. Хотя вот на тень. Если что, спасемся. Телепорт. Как всегда. Не работает. Бежим, 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 бежим. Я очень напряжен. С одной жизнью вообще не очень. И вслушиваюсь. Самое главное, я вслушиваюсь. А самое непонятное. Я не знаю, с какой стороны он выйдет. Предположительно, что он выходит из той стороны, откуда мы бежим. Соответственно, здесь мы делаем сейчас... Говорит, вы прикрепили веревку и ведро. Медленно подняв, вы обнаруживаете, что ведро полно вина. Ты набираешь в ведро бутылку вина. Да, я вижу его, я вижу. Блин, а прикольно. Прикольно сделали. Все. Блин, прикольно. Ну, то есть до этого надо еще додумываться. Додуматься, чтобы сделать такое. Так, и заходим внутрь. Внутрь мы зашли. Что у нас есть? Дофига всего. Соответственно, сейчас мы будем... По-по-по-по-по. Варить зелье, да? Ой, дай... Дай мне английские памяти. Все вот эти слова запоминать. Потому что очень многое не помню. Короче, у potion... Это значит, что зелье... Разрушение, наверное. Confident. Или заточение. Говорит, чтобы правильно все сделать, следуйте строго рецепту. После этого смиксуете все. Это... Then mix in with... Потом смешать с кровью, кожей, волосами. Того существа, которое вы хотите заточить. Угу. Но будьте аккуратны. Если вы что-то делаете не так, это зелье вас убьет. Поэтому у вас будет только один шанс. Вот... Только загадок на английском мне не хватало, понимаешь? Значит, смотрите, что у нас есть. Давайте изучать по-нормальному. То есть у нас какой-то кроссворд. 4 на 4, 16 ячейчик. Это, я так понимаю, что там подсказки даны. Предметы. Units. Я не знаю, что пока. Quality. Quantity. Quantity. Ценность, е-мое. Значит, шафран. Miserate. Miserate. In tablespoons. Я так понимаю, что шафран меряют Table. Table. Обычными ложками, да? Table spoon. А что еще есть? Чайная ложка. Кружка. Table spoon. Хорошо. Table spoon. Хорошо. Это понятно. Значит, ведро имеет ценность. Respectable. Respectable. Item. Так, я не все понимаю, что здесь написано. Но я понимаю, что вот это вот. Cauldron. Cauldron. Как переводится Cauldron? Cauldron. Вот. Слушай. Если ты знаешь, как переводится Cauldron без переводчика, тогда напиши мне, чтобы я знал, что такие люди, в общем-то... Котел. Котел. А это тогда что? Подожди. То есть это не... Печь. Во. Во как. Во как. То есть это печь, это котел. Во. Вот теперь логично. Значит, смотри. Тут написано, что ведро имеет на 10 пунктов больше вот это вот respectable, чем котел, у которого respectable 5. То есть мы сделаем здесь 5. Здесь respectable будет, соответственно, 15. И методом исключения будет 20. Ага. Хорошо. Значит, у нас есть еще вещи. О-о-о. Что меряется? Хорошо. Давай дальше. Давай дальше. The item found in the oven. Значит, это написано. The... Значит. Предмет, найденный в котле. Has a smaller unit than the item found in the backer. Здесь написано, что предмет, найденный в котле. Котле, да? Меряют меньшим, чем ведро. Соответственно, у нас есть table spoon. У нас есть меньшее, это tea spoon. И методом исключения cup измеряет то, что здесь. Дальше. Чтобы измерить мясо, мы используем cup. Кружку. Соответственно, здесь будет мясцо. И рис requires a few quantily than the wine. Типа, вот это, quantily than the wine. Соответственно, методом исключения здесь рис, потому что здесь пятерка. И это меньше, чем здесь, чем десятка. То есть, вот как-то так. Mix potion. Я надеюсь, что это все сработает. Ой, знал бы ты, как я надеюсь, что все это сработает. Потому что жизни у меня вообще фигня. Я не знаю, можно ли и нужно ли. Ну, нужно ли точно. Ну, вот. Короче, на свободных волевых я пытаюсь решить этот вопрос. И сейчас мы с этим зелем on potion, мы бежим опять в пещеру, чтобы облить место, где спит вот этот волк. Чтобы заточить его там, как я понимаю. Вот. Логика. Логика! Она такая. Только загадок мне, конечно, не хватало. Пришел волк. Побежали. Просто бежим. Просто щемимся. И стараемся уворачиваться от летучих мышей. Все, 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 все. Что это за хи... Ты видишь, что сверху появилось? Ага. Блин, я так и думал. То есть, мы как бы подходим вот к кровавому следу. И здесь у нас спит волчара, правильно? И то есть, мы сейчас аккуратно-аккуратно просто поливаем, да? Е. Мы используем ножницы, чтобы отрезать кусок волос. И что? Сейчас. Дайте я... Я пролезу. Я пролезу. Я попытаюсь что-нибудь поиспользовать. Ринкаку. Ринкаку. Это, наверное, создатель. Я только что заметил. В первую очередь... Наверху написано Нина. Нина. Ива Кью. Или Ива. Так. Потихоньку, потихоньку. Валим от Седова. Чтобы кровь не было видно, да? Как мы в тот раз смотрели? Крови не было? Нет, слышно. Нас еще слышно. То есть, аккуратно. Все. Щемимся, щемимся. Щемимся. Так, значит, что-то мы будем делать другое. Я-то думал... А, или это смешать. То есть, нужно опять смешать. Продолжать смешивать с... С этим... С зельем. Итак. Говорит, вроде, ничего не происходит. Слушай, смешать вроде нормально. Итак. Красная, миленькая. Это ты? Бабушка? Ой, красная, говорит. It's been so long. Говорит, столько времени прошло, как... Говорит, как давно я не слышала твоего голоса. Бабушка! Говорит, что же ты тут делаешь, я-мое? Я была съедена волком. But you're... Но твое заклинание убило его и освободило меня. После стольких лет я не могу поверить, что ты жива. Да. Я была в ловушке волка. Я спала, короче, видела и надеялась, что увижу тебя снова. И этот день настал. И теперь мне... Все, что мне нужно, это выйти отсюда. Да, да, конечно. Что я должна сделать? Уничтой. Confirm and steal. Вон, как-то, будянка сзади нас стоит. Она говорит, типа, уничтожь вот это вот... Ну, наполненную каким-то зельем статую, допустим. Это действие сломает камни и освободит меня от этой пещеры. Говорит, конечно, я, говорит, сейчас нам мелкие кусочки разломают и все нахрен. Я бы... Я бы этого не делал на твоем месте, говорит нам кот. А ты что тут делаешь? Я пришел, чтобы остановить тебя от очень большой ошибки. За вот этой скалой находится волк. Но я слышала голос своей бабушки, которая шел с той стороны. Это правда. For your grandma and the wolf. И говорит, для тебя бабушка и волк теперь это одно целое. Но этого не может быть. Она же была им съедена. Да. И она переродилась в этом лесу, который, в общем-то, ее убил. Еще, блин. И она была, короче, убита этим лесом, потому что она была проклята за те грехи, которые она сделала за свою жизнь. Про бабку разговор. Грехи? Но моя бабушка никогда не делала ничего плохого. Разве так? А как насчет тех маленьких костей, которые были в ее котле? Не котле, в печи. Это же были не куриные кости. Ты же понимаешь? Красненькая. Ты там с кем разговариваешь? Говорит, почему, говорит, я до сих пор не вышел наружу. Я разговариваю с котом. Он говорит, что ты... Что зовут? Roaming this forest. Roaming. Что значит? Что за Roaming? Roaming. 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 Я не знаю, как это берет. Что волк прогуливается. I'm talking about... Says you are the волк. А-а-а-а. Значит, котей говорит, что ты тот самый волк, который здесь и бродит, короче, по лесу. Кот говорит, что я волк. Говорит, у тебя, говорит, все в порядке с головой, моя дорогая? Говорит, прекрати слушать это, говорит, чушь и освободи меня. Мне, говорит, здесь страшно. Если ты сломаешь это заклинание, она будет... Короче, выйдет и... Выйдет, ну, вырвется отсюда и убьет тебя. За года я увидел, как много детей... Ну, пропали в этом лесу, скажем так. И я попросил волка, чтобы он остановил ее. But her curse spirit lives on. И что-то тут про... Но ее проклятый дух все равно продолжал жить, наверное. И когда я запер ее в доме... She managed to break free. Она вырвалась оттуда. Блин, то есть... То есть это типа не волк на самом деле ее убил, а она сама была волком? Да? Или типа того? Ну, то есть... Мы же видели, что снаружи ничего не сломано, а внутри кровища дофига. Говорит, не слушай его, он врет. Волк атаковал мой дом. Да? Тогда почему... Есть следы урона только внутри? Внутри дома. Я, говорит, не умею... Не понимаю, что делать. Говорит, давай, говорит, топай со мной резко, потому что портал скоро закроется. И если это произойдет, ты навсегда останешься здесь. Не слушай его. Please, let me out. Говорит, пожалуйста, вытащи меня. Я, говорит, твоя бабушка, а не волк. Don't leave me to die in this cold, dark cave. Говорит, пожалуйста, не оставляй меня здесь умирать в этой холодной темной пещере. И теперь мы... Короче... А сохраниться вообще никак. Так, давайте... Здесь есть два ярких выбора. То есть это освободить бабку и просто свалить. И давайте в первую очередь мы, наверное, освободим... Освободим ее. Ты, говорит, уверена, что хочешь уничтожить заклинание? Да. Спасибо, дорогая. Ну, понятно. Понятно. И мураха побежала. Значит, ты уничтожил заклинание и вот эти камни, они рассыпались прочь. прочь, да? И, говорит, очень, говорит... И твоя бабушка, короче, вышла из темноты. Красная Шапка была очень рада видеть свою бабушку. И Красная Шапочка радовалась и вообще прям кайфовала, кайфовала. А она спрашивает, что ты, говорит, я не помню, что у тебя были такие большие зубы. На что бабушка говорит, ну, говорит, я, говорит, тебе, говорит, расскажу на эту историю немножечко попозже. Итак, это концовка номер раз. Ни хрена себе. То есть придется пройти заново. Что ради вас только не сделаешь. Итак, давайте пройдем игру еще раз. Ну, теперь... Зато теперь мы знаем, что делаем. То есть, все, что нам остается, это просто игру еще раз пройти. Ну, сейчас-то будет разговоров меньше, поэтому просто, просто несемся. И, наверное, давай... Что, сразу пойдем влево, да? Все, мы просто все пропускаем и сразу, сразу щемимся влево. Сразу берем ножницы. Наверное, сразу встречаем волка. Хорошо, бежим. Слушай, а волка-то мы даже не встретили. Тут хери вот эти будут. Но мы уже знаем, как их обходить. Поэтому я думаю, что второй забег будет гораздо короче. Я вот сейчас бегу и думаю, а не будет ли там чего-нибудь такого, чего нам нужно было собрать ранее. Да, мне кажется, нет. То есть, мы сейчас с помощью ножниц берем веревку, берем ведро, да? Берем рис. Ой, там дофига всего. Тут, соответственно, никого не будет. Я это помню. Взяли раз, взяли два. Взяли ведро. С этим, соответственно, щемимся сразу вправо. Но нам придется еще в пещеру волка зайти. Ну, тоже понятно. И мы потратим меньше времени на то, чтобы разгадать ту огромную загадку на английском. Если бы меня видел моя преподаватель английского языка, я думаю, что она бы мной гордилась, что я что-то пытаюсь сделать на английском, имею в виду. Так, и не растерял все знания. Перепрыгиваем. Соответственно, сейчас мы войдем в новую территорию, территорию волка. И там, наверное, придется все-таки немножко поныкаться. Так. Забежали на территорию. Я вот думаю, наверное, давай сразу забежим до... 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 до пещеры. Сразу возьмем эту голову, потому что она ни на что не повлияет. Угу. Побежали... Побежали портал. Слушай, игра приятная. Вот на час, на час времени это вообще кайф. Так, вбежали. Соответственно, здесь сейчас будет дом. Потом будет это ведро с винищем. Мы его не трогаем. Мы сразу бежим напрямки. То есть, да-да-да-да-да, вот этот дом, я еще тогда обратил, что снаружи-то он вообще целый. Вся проблема-то внутри была. Тут можем увидеть волка. Потому что мы его ни разу не видели. Конечно. Логично. Соответственно, мы здесь прячемся. Он проходит, он проходит. И мы просто за ним щемимся, да и все. А, он ходит быстрее нас. Тоже знание. Запрыгнули. В новую локацию. Здесь будет, по-моему, балалай какой-то, да? Да-да-да-да-да-да-да. Вот из сказок. Вот кто это? Из глины и палок? Ой, шафран еще. Шафран. Я про шафран вообще забыл. Так. Чего? Что она сказала? Что она сказала? Блин. То есть, придется домой бежать. Ну, я думаю, что как нормальный человек она, наверное, сказала, что а нахрена мне туда вообще бежать? Типа, ты с головой вообще дружишь. Так, соответственно. Раз уж мы сюда бежим, давай просто зайдем домой. В дом. Просто проверим, что там есть. Подожди, я еще и не взял отмычки, по-моему. Да, вот они, отмычки. Вот он дом. Здесь мы просто бежим вот так вот. Да, давай сразу. Раз, два, три. Раз. Я помню, в общем-то. Раз, два, три. Я даже могу побыстрее это все сделать. Три, три, два, раз. Раз, два, три. Три, два, раз. Потом раз, два, три, три, два, раз. Два, один, три. Два, три. Три, два, раз. Два, раз, три. Старт И А, раз, два, три Три, два, раз, два, раз, три Блин Все, взяли бутылку Открыли Спросили, говорит, чьи же это такие следы Мясорубку увидели А, лампы у нас не было Все, 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 все То есть здесь был разговор про лампу Мы же с лампой ходили А так она сказала в том диалоге Что очень темно, поэтому как я же пройду туда Все, логично, вообще Логика присутствует и все нормально Все, взяли Мы взяли еще винище Соответственно, теперь мы ломимся направо Сейчас он не выйдет хоть Так, запрыгнули в новую локацию Как ежик Соник Да, второй раз Второй раз проходить не так-то стрёмно Тебе были лампы есть И все, я это делал для того, чтобы показать Еще одну концовку Раз, два, три Три, четыре Раз, два Очень хорошо И здоровье полное Значит, башню взяли Здесь спит этот хрен Все Теперь щемимся обратно Делаем зелье И, значит, с бабкой решаем вопрос Ой, сейчас чихну Ой, хорошо Все Значит, мы отсюда выбрались Здесь сейчас мы еще одного Кретина Встретим вот этого шоколадного На болоте А лицо-то какое у него странное Типа Типа Познакомимся Итого Значит, по-моему, сейчас здесь будет еще одна пугалка Да? Потому что в тот раз она была Она нас немножечко насторожила Прям перед домом Нет, не было ничего Соответственно, мы забегаем сюда Здесь мы делаем зелье Зелье варенье Да? Все взяли? А Мясо, мясо Все Шафран, рис Все Вроде бы все есть Итак Да, мы готовы Итак, я помню, что здесь было мясо Здесь было вино Здесь был рис Здесь была ложка Здесь была маленькая Здесь была большая Здесь была двадцатка Здесь была пятерка Здесь была пятнашка Правильно? По-моему, нет Или что-то не так Здесь была пятерка Здесь была пятнашка Извините Здесь была двадцатка Вино Шафран Мясо Рис Маленькая Средняя Большая Десять Пятнадцать Двадцать Пять И, в общем-то, микс поушен Хотя, я надеюсь, что это сработает Итак Намесили, наколдовали Проверили И должно все сработать Бежим в лес Крайний раз Чтобы посмотреть Насколько Мы сделали все правильно И должны открыть Новую концовку Да, короче Наша бабка-то оказалась Проклята Если Если в двух словах Описать эту историю Где этот хрен Прыгающий Его нет Чё, только обратил внимание, да? Бабушка Это мы Это твоя дочь Значит Забегаем Раз Два Три Четыре Ну вот так тоже бывает Хе-хе-хе-хе-хе Так Значит Подлезаем Откусили кусок Значит Теперь на этом Угу Да, через прыжки Конечно Побыстрее Проходится Это все Раз Два Три Не успела Не успела Все И мы почти вышли Соответственно Дошли досюда Здесь появляется Свет Появляется Кот Появляется Нашу бабушку У нас будет Сейчас разговор Такой весомый Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Кот говорит Что Не стоит этого делать Мы такие За грехи За какие грехи Бабушка Кот Кот Бабушка И говорит Ну говорит Типа шуруем И говорит Вообще Твоя бабка Это и есть Тот самый И мы просто валим За котейкой Да-да-да Красненькая Ты говорит Куда Не слушай ее Пожалуйста Красненькая Не оставляй меня одну Бабка Красная Она пытается тебя обмануть Ой прикольно Красная Вернись Гит обратно Ой Гит смотри Гит Как говорит Заговорила Неужели семья Для тебя Ничего не значит А что Подумает Твоя мама Нет Красная Стой Бабушка Why did you let Ну почему же Это с тобой происходит Быстрее Красная Мы должны Быстрее вернуться Чтобы убраться Отсюда До того как я Фонечка Tell me why Tell me your name Гит перед тем Как мы уберемся Скажи мне свое имя Почему Ты спросил Такой вопрос Сейчас Моя мама Моя мама Всегда говорила Не говори с незнакомцами Если я буду знать Как тебя зовут Ты перестанешь Быть незнакомцем Ну хорошо Меня зовут Эскот Pleasure to make Твоим услугам Гит Давай Гит За мной И все The end This is the end Гит Выбравшись Из рук Этого волка Из пещеры Красная В общем-то Покинула ей лес Она долго думала Про свою бабушку Но Гит Ничего страшного Remembering the terror From the night before Cepher place Конечно Она Помня Что произошло В лесу Была рада Оказаться В безопасном месте И В общем-то Она была Короче Она Сбежала Помнила Все что произошло В лесу Была очень рада Что познакомилась С Эскотом И как он играл И видела Как он играл С этой С птичкой Ну что ж Это было Это было интересно Мы прошли Игру Little Red Line Действительно Темная правда О маленькой Красной шапочке А точнее О ее бабушке Спасибо за то Что посмотрел это видео Меня зовут Алексей Ты на канале Фролов может все Поставь лайк Подпишись на канал Если до сих пор Этого не сделал Оставляй комментарии Рассказывай Всем И разошли это В соцсетях Значит Новая игра выйдет Совсем скоро И знай Мне с тобой было Хорошо Все хорошо